Ребята, которые не знают, это Максим Сергеевич Пширков, он заведующий отделом радиоастрономии. Правильно, Гаиш? Так что, кто хочет заниматься не только радиоастрономией, но и все, что по тематике современной лекции, то, что вы знаете, то, пожалуйста, обращайтесь. Лекция, вторая лекция в этом сборном курсе посвящена современной гамма-астрономии. Мы начнем с... Не надо, плохо записываться будет? А, ну хорошо. А если это погасить там свет? Ну ладно, там темных-то не будет, в основном будет света, так что нормально. В общем, если задать вопрос, как себе представлять Вселенную, скорее всего, ответ будет не будет усыпанной звездой, ну, деревья-то абсолютно. Но, по-настоящему, эти представления служат... Появились эволюционно обусловлены. То есть, то, что мы на этот вопрос отвечаем так, это следствие того, что мы живем на поверхности Земли, и Земля обращается вокруг Солнца. То есть, это следствие физики атмосфер звезд и физики атмосферы Земли. То есть, во-первых, мы видим, что Солнце имеет температуру около 6 тысяч градусов, и звучит похоже на близкое к черному телу. Есть, конечно, отклонения, как мы видим, на поверхности, то есть, на вершине атмосферы, и, тем более, на поверхности Земли, но отклонения не очень сильно. И максимум изучения большинства фотонов приходит как раз в диапазоне, который мы называем диапазоном видимого света. То есть, это одна часть, а вторая часть атмосферы Земли по-настоящему очень хорошо изолирует нас от изучения приходящего снаружи. То есть, если мы посмотрим на окна прозрачности атмосферы, мы видим, что отложим по оси Х длину волны, а по оси Y отложим и прозрачность, мы видим, что в основном атмосфера не прозрачна. То есть, есть два окна прозрачности, большое окно в радио, но о котором мы говорить не будем, потому что у нас не радиоастрономия, и еще окно в области близкой к, ну, в области видимой света, чуть-чуть близко к ближней инфракасной. И, соответственно, так как два эти факта солнце изучает, что потом в диапазоне, который позже назван оптическим, и у нас есть в атмосфере Земли окно прозрачности, вся эволюция привела к тому, что наши глаза привыкли, приспособлены к восприятию мира в этом диапазоне. И очень долго, до середины XX века, чуть дальше, были ограничены этим диапазоном, ну, еще чуть-чуть там радио, иначе в начале, середине XX века. Ну, после того, как развитие технологии позволил выход за пределы атмосферы, астрономия стала всеволоновой. То есть, запускать спутники позволяют видеть в диапазоне в рентгеновском, в гамма, в днепракрасном, и так далее. И вот на этой картинке видно, как нам нужно, то есть, на этой картине изображено, на какой высоте излучение субьевает вдвое. И мы видим, что, если мы говорим об области высоких энергий, ну, начнем с интерфиолета и пойдем выше, то есть, например, в рентгене поток от источников падает два раза уже на 100 км, что еще атмосфера не началась, а поток упал очень сильно. Поэтому прямой метод наблюдения в этом диапазоне требует выхода за пределы атмосферы. Ну, и возвращаясь к тому, как выглядит Вселенная, ну, как выглядит небо в разных диапазонах, пробежимся по частотам. То есть, вот так мы бы видели, если бы наблюдали на радиодиапазоне, длина волны чуть меньше метра. частота 400 мегагерц. То есть, совершенно не похожа на привычную нам картину. То есть, если у нас галактика светится, Млечный путь гораздо более сильно бы проявлялся по сравнению с видимым светом. Вот, идем дальше. Это инфракрасное, тоже не очень похоже. Рентген тоже. И идем уже в присущую нас область, в которой будем говорить на этой лепости. То есть, это у нас жесткие рентгены или там уже начало гамма. Видим тоже. Просто совокупность каких-то точечных источников мощных в основном в галактике. И самое интересное для нас это небо в гамма-диапазоне. Я буду рассматривать гамма-диапазон чуть-чуть. В принципе, он начинается с энергии фотонов где-то сотни КФМФ, но будем рассматривать все-таки чуть выше, десятки метров и сотни метров. То есть, вот это, такое небо увидели бы мы, если бы у нас были зрачки с переченью где-то метр, и смотрели бы на небо порядка года. Вот такая картина гамма-неба. Понятно, что мы знаем, что у нас есть электромагнитная волна, ее можно рассматривать в различных разрезах. То есть, не рассматривать, а использовать различные характеристики, которые удобны в той или иной области. То есть, мы можем или взять ее частоту, что чаще всего делается в радиоастрономии, или мы можем описать длину волны, которая, понятно, однозначно связана с частотой , или мы можем поставить соответствие энергию кванта, которая связана с данной частотой. И, если мы говорим об области высоких энергий, тем более, о гамма-астрономии, достаточно редко используются частоты и длины волн. используются, когда строится единый спектр. То есть, от радио до гамма. Если мы говорим о гамма-наблюдении, чаще всего используются энергетические единицы, и, понятно, так как энергии отдельного кванта чаще всего в большинстве случаев очень мала, мы используем не джоули и даже энергии, а используем электрон-вольт. То есть, видим, что для радио это как бы не очень интересно, потому что энергия кванта соответствующая длине волны один метр это чуть больше 10-6 электрон-вольта, а вот уже там в рентгене это, например, у нас кио-электрон-вольт и так далее, а в гамма в сотни метр. и вот если посмотреть, ну, здесь у нас разложено, то есть, по длине волн и по частотам, мы видим, что весь оптический диапазон это очень узкая полоска, а гамма диапазон занимает большую область. Еще больше это видно, если мы рассмотрим вот такой по энергии. то есть, мы видим, что у нас все кроме гамма это диапазон где-то несколько нано-электрон-вольт до 10-5 электрон-вольт, а гамма-астрономия это 15 порядков от 10-5 электрон-вольт до 10-20. И какие процессы есть на... какие процессы у Вселенной приводят к появлению гамма-изучения? Источников гамма-изучения на небе достаточно много, но процессы приводящие к появлению гамма-изучения их количество весьма ограничено. На пальцах одной руки можно пересчитать. И чаще всего они связаны с нетиповым изучением, с изучением от ускоренных заряженных частиц. Есть несколько исключений, но основном все-таки это нетиповое изучение от заряженных частиц. То есть первое исключение как и... то есть в основном оно всегда нетиповое, потому что понятно почему. Если мы свяжем... пытаемся перейти от энергии к температуре, то есть E равно КТ, то известно, что энергии 1 электрон-вольт соответствует температура 10000 кельвинов. Соответственно, энергии нижней границы гаммы 100, 10-5 электрон-вольт соответствует энергия миллиард кельвинов. и поэтому тяжело найти среду, в которой установится равновесие, которая будет звучать типовое. Понятно, если мы говорим о 10-8 электрон-вольт, то есть 100 мега электрон-вольт, то там уже никакого типового звучания не будет. Но исключения у нас все-таки есть. У нас есть исключения гамма-всплески. Вот там на очень короткое время всегда разогревается до очень высоких температур и испускает типовое звучание в диапазоне мягком гамма. И еще есть линии в отличие от оптики инфракрасной и радио астрономии, линии в гамма-астрономии крайне редки, в каком смысле маргинальной. Есть важная линия, это линия аннигиляции позитронов, то есть позитроны, образующиеся, например, в пульсарах, вылетают в межзвездную среду и через какое-то время аннигилируются электронами этой межзвездной среды. Они аннигилируют чаще, то есть наиболее эффективно, когда их скорости малы, нейрективисты, и поэтому получается линия соответствующая массе покоя электронов, ну и позитронов. Также есть при процессе эволюции звезд, вернее, уже там на последних стадиях, образуются отдельные изотопы, которые распадаются в стабильные изотопы с изучением гамма-линий. то есть важный переход кобальт 56 превращается в кобальт, в железо 56, там есть две линии, и период распада 77 дней, энергии чуть меньше, чуть больше одного мега электронвольта, и понятно, что наблюдение этой линии сильно ограничивает как раз теорию и теории, вернее, не теорию, а модели образования элементов и синтеза во время взрыва сверхновых. К сожалению, не очень большая яркость этой линии, и поэтому наблюдался он только один раз пока, в близкой галактике М82, то есть несколько мегапарсек, сорвалась светло в начале 2014 года, и интеграла наблюдала эту линию. Еще есть более долгоживущий, но тем не менее стабильный изотоп алюминий-26, который за миллион лет распадается в магний-26, и распускает гамма-квант с энергией 1,8 мегаэлектрон-вольт. И можно видеть, этот изотоп образуется, прежде всего, при взрывах сверхнового второго типа, образуется также и синтез изотопов новых, даже в гигантах, на ветви, аспитатической ветви, гигант. И тем самым мы смотрим за миллион лет ионы алюминий-26 далеко не улетят, и когда мы смотрим на распределение этой линии по небу, мы каким-то образом изучаем распределение, во-первых, на поле синтеза в галактике, как раз при взрывах, и также смотрим, где у нас массивные звезды. Вот это у нас карта неба, линии 511 кВт. видим, что основной источник у нас в центре галактики сидит. Это не значит, что в центре галактики основной источник, что в центральной области галактики производится много позитронов, которые там летают не очень далеко и там анигилируют. Алюминий-26 поинтереснее, мы видим как раз в внутренней галактике интенсивные сигналы, там достаточно много областей звездообразования, то есть там набирается масса, но также есть не только внутри, но и просто в некоторых областях лебедь, вела, скарина. И области изобразования, в которых производится также большое количество этого изотопа. То есть надо отметить, что вот эти все карты, они старые уже, то есть интеграл, конечно, но будем ждать, может, наблюдение с большей статистикой, с повышенной чувствительностью, карты будут еще более интересные результаты. Ну, это были исключения, а теперь основные процессы, приводящие к изучению гамма-кванта. То есть, первое, это у нас в качестве источника энергии выступает глиптон, частью электрон, так и обратно к компонентской рассеянии. То есть, у нас есть энергичный электрон, релятивистский, то есть энергии много больше у массы покоя, но он сталкивается с каким-то фотоном фоном с начальной энергией E-гамма-0. И при столкновении ускоряет его до энергии. Нормально ли? Это ускоряет его до энергии? с этой сильно больше энергии. Как связана исходная энергия фотона с конечной? Очень просто. Если у нас имеет гамма-фактор, если электрон релятивистский имел гамма-фактор гамма, то есть, его энергия была в гамма раз больше, чем его масса покоя, то энергия фотона после рассеяния будет гамма-квадрат в гамма-квадрат гамма-квадрат раз больше, чем энергия фонового фотона. То есть, предположим, у нас дело происходит в галактике, где много фотонов фона с энергией 1 электрон вольт, и происходит столкновение с 5-гамма-электроном. То есть, гамма-фактор, если учитывать, что масса покоя электроны это пол-мет, то 5-гамма-электрон будет иметь гамма-фактор 10-4. Соответственно, фотон получит превращение энергии, его энергия будет 10-8 на 1 электрон вольт, то есть, будет 100-мэвный гамма-квадрат. Ну и, конечно, у нас всегда есть много фотонов реликтового фона, реликтового излучения с средней энергией, порядка 10-1 ну, 10-3 электрон вольт, 1 миллиэлектрон вольт. И, надо ответить, что вот потери на обратной комплексной скороседии, как раз приводят к, это один из основных каналов потери энергии электронной. Ну, второй, это синфраторное излучение, но это другой диапазон. Вот, если мы посмотрим, как раз у нас, как это будет спектр, у нас есть спектр электронов некий, и на что они теряют энергию, то есть спектр изучения этого распределения электронов. У нас будет синхротронный спектр, теряется в магнитном поле, ну, тут для примера поле порядка 100 микрогаус, 10-4 гаус, характерное для центральной области галактики. То есть, это у нас будет горб в низком, на низких частотах видим, что там порядка ультрафиолет и рентген, и будет еще и горб на высоких частотах, на высоких энергиях как раз вызывают обратный конкурс керосина, и это мы как раз и будем наблюдать. Это один из основных механизмов, а второй основной это адронный механизм через распад нейтральных пионов стенолей. Откуда берутся нейтральные пионы? У нас есть протоны, в основном в космических лучах, это ускоренные эргийские, ускоренные частицы, в основном, конечно, это протоны. протоны сталкиваются практически стоящими на месте протонами в основном межзвязной среды, и если энергии достаточно, то у нас получается такое столкновение на выходе те же самые два протона и пионы. Конечно, возможно, более хитрый процесс. Один протон превратится в нейтрон и вылететь пи плюс, может быть пи плюс, пи минус. Это при столкновениях адронов в космических лучах с межзвязной средой. Что происходит дальше? Пионы частицы нестабильные, то есть, например, пи нули за 10-16 секунд распадаются, конкретно они распадаются на два фотона. Понятно, что энергия фотона будет энергия пи нуля разделить на два. Чуть также у нас будет распад остальные каналы, то есть, распады пи плюс и пи минус будут превратить к возникновению, во-первых, большого количества нитрина, как большого, то есть, сначала тут мионная нейтрина, и тут еще будет антинитрин мионная и электронная нейтрина, а также появлению релятивистских лептонов, позитронов и электронов. Надо сказать, что, в принципе, получается, более-менее делится поровну, то есть, примерно в третье всех столкновений образуется пи нули, дальше гамма-кванты, а в остальных двух третях образуется заряженный пион. теперь, значит, нас интересует вот этот канал распада пи нулей на два фотона, и энергия фотонов будет начинаться с массы пи нуля покоя, массы покоя пополам, то есть, 67 мегаэлектрон вольт, в среднем составляет где-то порядка 1,2 от энергии первоначальной протона сталкивающейся, и то есть, если у нас протоны имеют большую начальную энергию, например, сотни ГФТВ, ПВ, все что угодно, образовавшиеся фотоны тоже будут иметь высокую энергию, ну и, как я уже сказал, еще будет образовываться много нейтринов, но нейтрин дезинфицирует гораздо сложнее, чем протоны. Соответственно, адронный канал будет приводить к возникновению такого спектра. Вот у нас есть спектр гамма изучения от распадов нейтральных пионов, а также у нас будет, так как будут образовываться, как мы видели, релятивистские элептоны, они будут давать еще горб синхеротроны. То есть, достаточно интересный эффект получается. теперь, почему важно? Во-первых, почему нас интересует наблюдение в гамма? Во-первых, когда мы смотрим на сигнал в гамма-диапазоне, мы прямо смотрим на ускорящие частицы и на их дальнейшую судьбу. То есть, таким образом, мы смотрим источник на его гамма-спектр и видим, как происходит там ускорение. Затем у нас при ускорении, например, в галактике при ускорении в остатках сверхновых получается очень много космических лучей, которые являются одной из самых важных компонентов международной среды. То есть, например, плотность энергии космических лучей равна плотности энергии магнитного поля в галактике и плотности энергии оптического изучения. Понятно, что эти космические лучи окажут большое влияние на многие процессы разворачивающиеся в галактике, например, на звездообразование. Просто астрономия космических лучей невозможна. Мы можем наблюдать космические лучи, это очень серьезная область науки, но астрономия, то есть, наблюденный космический луч с его источником невозможна, потому что это заряженные частицы и в магнитном поле галактики они очень быстро изотрапезуются, до нас доходят агрегатно от всех источников. Но мы можем смотреть косвенно, то есть, мы посмотрим процесс ускорения галактики и смотрим процесс распространения космических лучей, как они взаимодействуют с средой. Теперь к инструментам. Мы начнем с низких энергий, сравнительно, начнем с энергии 100MF, 100GF. Основной инструмент сейчас это Fermi, Fermilac конкретный, то есть, спутник Fermi был запущен уже 15 лет назад, даже больше, и данные широкие до 8 августа пошли, то есть, до этого два месяца шла калибровка, и все данные с 8 августа в свободном доступе, ну, до, как бы, до вчера. То есть, можно заходить на сайт, скачивать данные и анализировать. Там два инструмента, у нас GBM это Gamma Rebirth Monitor, то есть, это монитор гамма всплесков, более низкой энергии, а нас интересует Watch Aperture Telescope, то есть, телескоп большого размера. Всего стоимость проекта была полумиллиарда долларов, сейчас с стоимостью слежения, обработки выросов почти до миллиардов, но все равно это очень мало, сравнительно, ну, мало по, вернее так, это очень много, если мы будем сравнивать, например, с наземными экспериментами. То есть, спутник Ферми, который, в принципе, можно поместить в газель, вкус в газель, стоил дороже, чем главный, там, один из двух главных детекторов большого адронного коллайдера, при том, что там гигантское сооружение, весом больше десяти тысяч тонн, а спутник все три тонны весит. Надо понимать, что, конечно, хорошо, что можно закинуть за пределы атмосферы, но это очень дорого. то есть, как, то есть, вот, запуск канаверу, и вот, как устроен телескоп, в принципе, люди, конечно, могут морфиться, астроном, потому что тут нет никакой фокусировки набегающей радиации, то есть, нет никаких зеркал, нет линз, ничего этого нет, в настоящем это просто детектор частиц, которые, в принципе, стоят на ускорителе, а этот детектор закинут на орбиту. То есть, размер у него, как там, два на два на метр, то есть, по-настоящему это не очень большой, спутник, рабочей энергии, видим, в таком диапазоне, чуть ниже 100 метров, и до ТЭВА, эффективная площадь, квадратный метр, и, конечно, потрясающее поле зрения, то есть, он в любой момент видит одну шестую часть небесной сферы. В период обращения полтора часа вокруг Земли, ну, там так построена программа в день, что там он сначала вкачается в одну сторону, потом в другую, на одной орбите, в одну, на вторую, в другую, таким образом, за три часа делается полный обзор всего неба. И как он детектирует гамма-кванты? Вот у нас прилетает гамма-квант, и влетает в детектор. Это у нас слои с синтиллятора. Синтиллятор – это такое вещество, при проходении, сквозь которое, если через него проходит заряженная частица, он начинает светиться. И, соответственно, можно посмотреть, как будет заряженная частица. Проблема в том, что гамма-квант – не заряженная частица. То есть, нам нужно его превратить как-то в заряженную частицу, и это делается в слоях конверсии. Ну, слои-то громко… Это просто такие вольфрамовые, очень тонкие фольга, порядка миллиметров. И, значит, при пролете, то есть, принцип процесс понятен. Если у нас гамма-квант попадает в очень сильное электрическое поле, а конкретно это электрическое поле происходит, то есть, это электрическое поле в окрестностях тяжелых ядер, например, ядер вольфрама, может произойти конверсия гамма-кванта в электрон-позитронную пару. Потом, тут, понятно, это изображено, что она так разлетается для простоты. Реально они летят в одном направлении – электронный позитрон. То есть, таким образом, мы знаем, если мы восстановим направление полета этих электронов и позитронов, мы узнаем направление распространения первоначального гамма-кванта. Ну, затем они попадают в калориметр, где они теряют всю энергию. Таким образом, мы узнаем и энергию начального гамма-кванта. То есть, значит, все просто. Тут еще есть одна проблема. Гамма-квантов на орбите не очень много, то есть, гораздо больше электронов, и тем более там протонов и других заряженных частиц. То есть, если у нас сюда попадет, то есть, все время электроны в космических лучей пронизывают детектор. Нам каким-то образом нужно учитывать только фотоны, но не учитывать электроны. Это делается следующим образом. Вот у нас есть, помещают так называемый щит антисовпадений. Это просто некий сентилятор, который звенит, если через нее пролетает зарядная частица, и не звенит, если через нее пролетает фотон. То есть, если он прозвенел, если вышел триггер, то есть, просто прилетел электрон, то аппаратура на какое-то время прекращает принимать, ну там, на несколько нс секунд этого времени прекращает работу, и этот сигнал не записывается. Если пролетел бы фотон, то никакого звонка нет, и аппаратура записывает получивший сигнал. Таким образом можно подавить вот этот фон. И в итоге набрали больше миллиарда событий выше 100 мегалитровольтов. Конечно, потрясающие данные по полю зрения, но не столь впечатляющие данные по уголовному разрешению. То есть, мы видим, что вначале они вообще порядка нескольких градусов уголовного разрешения. То есть, точное уголовное разрешение, это значит, с какой точностью мы реконструируем направление распространения отдельного фотона. Ну и на высоких энергиях, выше 10 гэп, мы приходим к разрешению порядка нескольких десятков градусов. Все равно по меркам оптики и радио, это конечно не потрясающая причина. Вот эффективная почта тоже. Я говорю, что порядка метра, но порядка метра набирается после 1 гэп, а на низких энергиях эффективная почта поменьше. Какие у нее точности? Вот у нас есть небо, небесная сфера, и мы видим, что чем мы дальше от плоскости галактики, тем более слабые точные источники мы можем наблюдать. Ну это понятно, почему? Меньший фон. И в пределе мы можем наблюдать в самых хороших местах источники с потоком 10 минус 9 фотонов в сантиметр за секунду. То есть, очень слабые. То есть, в принципе, несколько десятков потонов за 10 лет. То есть, источник. Мы видели, что энергии гамма-квантов очень широкий диапазон снимает. Понятно, что одним инструментом, даже той хорошим, как фермилат, все не покроешь. Поэтому, после того, как мы идем если мы идем уже выше по энергии, то есть, мы три порядка от 100 МФ зашли до 100 ГФ, и ферми уже не справляются. И проблема в чем? Очень резко падающий спектр. То есть, если мы просто посмотрим, я уже говорил, что выше 100 МФ он наблюдал больше миллиарда событий. Теперь, если мы на три порядка вверх поднимемся, у нас всего получится там несколько десятков, ну вот 100 тысяч событий. То есть, уже в четыре порядка мы потеряли. Если мы еще на порядок вверх, то там вообще просто первые тысячи событий. Понятно, что это со всего неба за 15 лет. Понятно, что этого недостаточно для анализа. То есть, проблема в том, что потоки очень маленькие, и даже если у нас экспозиция там 10 лет, то за квадратный метр мало что пройдет. То есть, теперь используем, как очень изящный ход будет сделан. То есть, мы знаем, что гамма-кванты не проходят через атмосферу, они не поглощаются, но это можно использовать, чтобы наблюдать на более высоких энергиях. То есть, так называемые черенковские телескопы, и у них эффективная площадка уже на 4-5 порядков больше, чем у ферми. Но надо отметить, что космос больше, чем метр квадратный, вывести просто невозможно, потому что там лимитировано обтекателем ракеты. То есть, если там, конечно, будет базовая Луна в соте километров, но пока нет. То есть, вот у нас очень высокая энергия, это уже выше 100 Г. Вот у нас гамма-квант. Как мы знаем, он влетает, но мы знаем, что он не долетит до поверхности Земли. Где-то на нескольких десятках километров будет поглощен. Но его смерть не пройдет бесследно, и поглощение энергии никуда не денется, образуется ливень частиц релятивистских, прежде всего электронов, которые летят по направлению первоначального распространения. И самое главное, что так как они релятивистские, они движутся быстрее, чем скорость света в среде, чем скорость света в атмосфере. и будут изучать, поэтому будут произойти черенковское изучение. Конус порядка одного градуса, то есть в очень низком конусе. И если мы там на несколько наносекунд, вот этот гамма-квант вызовет образование пятна на Земле, размером поперечных порядка 200-300 метров. Теперь, если у нас есть несколько телескопов, и они одновременно будут засвечены, то это как раз детоксированы космические уча. Не обязательно гамма-кванты, но любой космический луч или гамма-квант, который вызовет ливень частиц, вызовет сигнал в телескопе. Сейчас работают, в ближайшее поколение у нас телескопы, это HES-Veritz, HES у нас где в Намибии, HES-Metanar, 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 они работают сейчас, но планируется телескопного поколения сетей в ближайшее будущее, но он уже там 15 лет как планируется, но вроде бы в ближайшие пять лет все-таки выйдет на полную мощность. Вот так это выглядит. Понятно, что сигнал не очень сильный, поэтому необходимы большие собирающие площади, то есть там 28 метров, но с другой стороны, нам это так называемое световое ведро, не нужны такие точные, нет таких сильных требований к поверхности, к точности поверхности зеркал, как например в сельскопах там, в европейских сельскопах, ну не важно, в обычных аптечных сельскопах, тут важнее общая площадь. Вот видим, есть большой телескоп, несколько маленьких, и как выглядит сигнал? Вот засветился на большом телескопе, и вот на маленький. Это анализом сходит в одно, и мы видим по наклону, по времени распространения этого сигнала, время валяется на несколько минут на секунду, как он позволяет нам оценить направление прихода. Теперь, в чем проблема подходит? Подходит очень хороший, но, как я уже сказал, сигнал будет вызван не только гамма-квантами, а также и обычными космолучами. И если посмотреть на спектр, вот мы видим, вот у нас какой-нибудь источник гамма-изучения, вот это у нас диффузный поток диффузных гамма-квантов, а теперь мы смотрим, у нас даже антипротонов в космолучах больше, чем гамма-кванты. Электронов еще больше, а у основной космических лучей мы видим где-то всегда на 5-6 порядков больше, чем гамма-кванты. То есть нужно очень сильно давить фону. Как это делать? Во-первых, люди проводят очень мощное симулирование и смотрят, как будет выглядеть сигнал от… Сначала смотрят, как будет выглядеть ливень для протона и для фотона, а потом будут смотреть, как этот ливень будет выглядеть на телескопах. И если они будут выглядеть по-разному, они будут выглядеть по-разному, то это можно подавить протонный сигнал. Также еще хороший подход закапывать под эти зеркала, под эти телескопы маленькие и большие тоже, мионные детекторы. То есть тот такой детектор частиц, который будет реагировать на мионы. Просто если ливень вызван взаимодействием адронными, то есть протон налетел, то, как мы видим, там будут образовываться мионы. Эти мионы могут быть детектированы нашим телескопом для разделения. При взаимодействии фотонов с атмосферной никакие мионы не возникают. И поэтому, если мы на детекциях сработаем, то можно сразу же этот ливень выключить. То есть, во-первых, вот как у нас выглядит ливень от гамма-кланта. Он глубже начинается, он очень плотненький, не сильно ветвится. От протона сравним энергией видим, что ливень развивается совсем по-другому. То есть он гораздо шире и захватывает большую площадь. И так это будет выглядеть на телескопах. Вот у нас ливень от гамма-кланта, а вот ливень от протона. Понятно, что все эти методы машинного обучения давно начали применять, уже лет 10 как, и эффективно зарубить не фотонные линии. Что дальше? Если мы уходим еще выше по энергии, то есть мы начали где-то с ТГФ, например, с ТЭВа, если мы поднимемся на полтора два порядка, десятки ТЭВ, то уже даже площадь 10 четвертой электронной вольт, 10 четвертой из методов, недостаточно. Поэтому смотрят уже, используют другое, смотрят вторичные частицы ливня. То есть уже просто используют подход, соответствующий физике, наблюдения космических лучей. Потом просто пытаются выделить гамма-кванты. Что значит ливень? Вот как мы видим, налетает ТГФ, он сталкивается, и вот пошел ливень. Вот у нас электромагнитный через электроны, и дальше адронный ливень через протоны. Теперь там уже никаких зерков нет, просто это стоит как детектор космических лучей. Вот так выглядит ливень. Вот у нас фотоны прилетят, вот у нас адроны прилетят, покрыл большую площадь. Два основных эксперимента на этих энергиях. Это у нас HAC, то есть High Altitude Water Charming. Большое количество баков наполненных чистой водой, которые, если частица ливня пролетает внутрь закрытого бака, она движется быстрее скорости света в воде, понятно, и там возникает Черенковское изучение, которое считывается и восстанавливается сигнал от ливня. И вот как выглядит большая куча баков, а вот один бак внутрь. Представляете, какой объем, и там, конечно, была большая проблема вообще воду завести на эту высоту, потому что там достаточно далеко до ближайшего источника воды, его там все очищать надо. В общем, интересно. И вот, то есть, вот так выглядит HAC, вот Мексика. На СССР 4 тысячи. Понятно, почему на СССР 4 тысячи, если опустить ниже, то частица ливня будет эффективно поглощаться в более плотных своих атмосферах. Поэтому нужно для наблюдения на этих энергиях поднимать, стараться поднять как можно выше обсерватории. И самый мощный сейчас это у нас HAC, Китайской обсерватории, то есть тоже на высоте больше 4 километра над уровнем моря. И детекторы нескольких типов, разбросаны на гигантской площади больше квадратных километров. То есть, есть и один большой бассейн, там несколько, и водные баки, и просто сентиляторы. В общем, очень много. И даже есть оптические клинковские детекторы. Ну, маленькие телескопчики. То есть, бюджет был порядка 8 миллиардов юаней. Мне даже было впечатливо, когда я смотрел эти презентации, как они инфраструктуру подтянули. То есть, там даже в ближайшем уездном городе построили самый высокогорный аэропорт, который может принимать достаточно мощные телескопы, платив самолеты. И, значит, подтянули за 15 километров воду, электроэнергию и так далее и тому подобное. И вот на площади квадратный километр получился такой комбинированный телескоп. Соответственно, вот у нас образовался ливень, пошел. Он засветился в сентиляторах. Сам момент рассчитания ливня мог наблюдаться черенковскими телескопами и различные... Там тысячи есть маленьких танков, абсолютно маленьких, и один большой бассейн площадью 80 тысяч квадратных метров. То есть, что это дает? Вот этот квадратный детектор размера квадратных метров. То есть, основной результат ХАСа – это наблюдение, время детектирования P-ных классических фотонов. Многосот Т-ных фотонов. То есть, вот, например, для Краба. Если мы смотрим энергии 100 ЛТ, то у нас будет фотон приходить раз в 100 часов. То есть, понятно, если мы... А так как это работает все время, то время суток особо роль не играет, то там за несколько... за год уже придет несколько сот... ну, сотня фотонов от источника Крабаилитуманности. И вот это результаты ХАСа. Мы видим несколько... Понятно, что он видит и более... и на более низких энергиях, но вот выше 100 Ф, кроме него этого детектора, работа пока не может. И мы видим несколько источников, так называемых, певатронов, в центре галактики, ну, и Краб светится. Певатроны... Почему называется певатроны? То есть, идея в чем-то. Если мы наблюдаем фотон с энергией 100 Т, это значит, первичная энергия частицы составляла больше 10 в 15 литров вольт. Вот. Теперь... Ну, вот... Весь этот диапазон мы смотрим чувствительность... чувствительность к точным источникам. Мы видим, как эксперименты передают друг другу эстафету. То есть, у нас Ферми в этом диапазоне. Здесь чувствительно уже начинает падать, не хватает площади. Переходим к... к этим Челковским телескопам. Тут тоже. Тут у нас работает ХАСа. То есть, и видя, в принципе, важный момент, что... Если вы посмотрите... Огибающая... Астрогамма этого ничего нет пока. Это только планируется. Это, кстати, большая проблема. Гамма-стороны, вот провал в МЭВной области. То есть, после КАМПТЭЛа, 30 лет, практически ничего нет. И чувствительность вот тут сильно приседает. А так, если посмотреть, у нас есть огибающая, порядка 10 минус 12, 10 минус... в несколько раз, может, меньше... Эрк на сантиметр квадрат на секунду. То есть, в принципе, чтобы запомнить, один электрон вольт в сантиметр квадрат на секунду, это хорошая оценка предельно чувствительности для большинства экспериментов в этой широкой области. Теперь, к источникам. Вот изображение к летающей диске джет. Какие у нас источники? Ну, во-первых, начнем с источников Ферми. Есть катал, уже вышла в ДР-4, там, не знаю, шина, ответ на людей, но это там инкрементальная разница. То есть, источники наблюдались в диапазоне энергии 50 МЭФ и 1 ТЭФ. Всего чуть больше 6500 источников. И, в основном, если посмотреть по классу, в основном это активные ядры галактики. Прежде всего, Блазары и следующего Блазары. Но проблема, конечно, есть. Как мы видим, много еще не отождественных источников. Просто из-за того, что уголовое решение Ферми не такое большое, чтобы легко было провести однозначное отождествление с другими частотами. Вот так мы видим. У нас все небо более-менее равномерно заполнено этими активными ядрыми галактиками. Ну, а галактическая плоскость пульсары, то есть, галактические объекты. Пульсары, двойные системы, общинное образование и так далее. Видно, что пульсары могут улетать на миллисекунды достаточно далеко от плоскости галактики. Теперь, как это выглядит. То есть, спектр. Вот у нас есть спектр электронов, который Ферми тоже можно наблюдать, но там особое место нужно. Самый яркий источник на небе – это у нас лимб земной атмосферы. Затем у нас это мы говорим сейчас про постоянные источники. У нас пульсар Вео, карбовинт и манус. Вот мы видим спектр различных остатков сверхновых. И вот это у нас предельная чувствительность. Вот что мы можем наблюдать. Теперь, что Ферми видит? Он видит, начиная от совсем нашей близкой своей окрестности, атмосферы Земли, вплоть до далекой вне галактики. На Земле, во-первых, как я уже сказал, самый яркий источник – это лимб. Вот это тонкое, то есть, тут совсем тонкое, тут пошире, кольцо. Возникает из-за взаимодействия космических лучей, сталкивающихся с атмосферой Земли и изучающих гамма-квант. И, соответственно, вот эти паразитные гамма-кванты, или большинства целей паразитные, если попадает детектор, вот они такую картинку дают. Мы можем построить картину, то есть, взаимодействие этих гамма-квантов с атмосферой приводит к возникновению такого сигнала. И мы видим, что, когда энергии не очень большие, то идёт растение на достаточно значительные углы, и поэтому ширина лимба, видимо, достаточно значительная. Если мы говорим о высоких энергиях, то там нужно гамма-квант, получившийся распространяться практически по направлению распространения налетевшей частицы, и там мы видим, как раз, очень тонкую полосу атмосферы над тёмной планетой. Очень интересно как раз революционируются энергии, наблюдаемой энергии. Это стационарный у нас атмосферный сигнал, но ещё есть нестационарный сигнал, вызванный процессами, происходящими просто на Земле. То есть, во-первых, грозы, при некоторых грозах происходят так называемые 33-гамма-флэш, то есть всплески гамма-изучения, их наблюдают и на Земле, но иногда с задней направленно, то есть релятивистские частицы ускоряются наружу, то есть по направлению вверх, и получается гамма-кванты попадает на детектор, то есть это интересное было наблюдение. Ну, понятно, в данном случае Земля, для исключения угроз, атмосфера Земли это у нас пассивный источник в том смысле, что это не процессы в атмосфере, а процессы взаимодействия к атмосфере. Точно такой же пассивный источник для Луна, то есть взаимодействие космоучей с Луной в поверхности Луны приведет к появлению сигнала, и Солнце. Солнце есть постоянное по этому же самому процессу, но и есть очень мощные вспышки иногда на Солнце. во-первых, вспышка в токтябре 12-го года. Вот мы видим карты Перми за один день, и видим, что видны только самые яркие источники, как индивидуальные пункты 3474, я не знаю, галактическая плоскость видна, самый яркий постоянный источник путь Сарвели, и вот Солнце. То есть был столь мощный сигнал, что Солнце стало на несколько порядков ярче даже Азеры. И такое большое количество потонов позволило даже локализовать область вспышки на Солнце в точность вдоль градусов, даже меньше, до минуты. Ну, все-таки гамма-астрономия Солнечной системы это пока недоразработанная область, хотя, в принципе, может быть важное влияние как фон для других наблюдений. Но все-таки основные результаты у Ферми чуть дальше. Это галактика и вне галактики. В галактике можно смотреть на, конечно, ставки сверхновых, на пульсары. Новые звезды это был абсолютно неожидаемый источник, просто считал, что во время взрывов новых нет такого эффективного ускорения, чтобы произошло мощное гамма-излучение, но, тем не менее, оказалось это не так. Гамма двойны это тоже очень интересный момент. Сейчас известно там две штуки. То есть двойные системы обладают настолько мощными звездными ветрами, там входят VR звезды, вплоть проезд звезды, эти сталкивающиеся ветра в столкновении происходит ускорение частиц и гамма-излучения. Межзвездная среда дефекта изучения, и часть межзвездной среды, например, молекулярного облака. То есть, если у нас много, есть много вещества, происходит много вещества постоянно обучается космолучами, и какая-то концентрация начинает ярко, можно наблюдать как гамма-источник. И по этим наблюдениям можно посмотреть, какова плотность космических лучей в разных областях галактики. Например, остатки сверхновых. Тут мы видим спектр для нескольких, видим спектр в принципе похожий. И мы видим, наблюдение позволяет изучить эволюцию различных эволюцию остатков. То есть, от молодых к более 100. То есть, мы видим сначала слабый гамма-источник, затем обоим мощным, затем как меняется спектр, как зависит от возраста, и как зависит гамма-светимость от возраста остатка и взаимодействие со средой. Очень важный вопрос, какой механизм изучения. Это являются ли адроны, то есть, в основном происходит столкновение протонов в остатке, или лептоны, обратное комплексное изучение от электронов. Или это адроны, лептоны, чтобы легче объяснить. Ну, вообще, пока самое эффективное это как раз объяснение, чаще всего объясняют адроны. То есть, есть некие исключения. Теперь вот так выглядят кульсары. То есть, у нас гамма-галактические, то есть, у нас пульсары, вот они, 34 части, вот, несколько ярких пульсаров, которые тоже являются мощным источником. Также галактический источник совершенно не предсказанный и был обнаружен через два года после двух лет наблюдения так называемым пузыри ферми. То есть, они так красиво выглядят, конечно, на карте изучения фермионизма не так красиво, то есть, там нужно очень мощный анализ провести, чтобы выделить этот сигнал, но тем не менее. То есть, было обнаружено избыток гамма-изучения вот в таких двух симметричных и практически одинаковых полостях над и под центром галактики. И размер составляет этот поперечник порядка десяти килопарсек, то есть, ту десять и ту десять, то есть, размах двадцатый парсек. И интересно, тут он, в этой области он совпадает с так называемой W-MAP-хейс или Планк-хейс, то есть, избытком изучения в двикровой области наблюдаемой Планком. И что это может быть? То есть, скорее всего, это след активности прошедшей десять миллионов лет назад в центре галактики. Скорее всего, у нас, конечно, недокорленная черная дра в центре галактики, всего там четыре миллиона масс Солнца, но иногда она вступает в эпоху активности, и тогда у нее светимость вырастает в миллион раз, и начинаются активные джеты в обе стороны, и энергия джетов в конце концов может десипироваться и надувать вот такие полости. Альтернативные, чуть, может, менее популярные модели, это очень мощное взрывное образование в центральной области галактики. Там тоже самое может быть. Если у нас много энергии будет одновременно, практически одновременно, по астрономическим меркам выделяться в взрывы сверхновых, то запустятся мощные ветра, которые будут наносить энергию, станции, наполнять энергией в виде ускоренных космических лучей, большие объемы. И таким образом будет получаться нечто подобное. То есть, что-то произошло в центре галактики. Скорее всего, активность черной дыры, но может быть и активность зообразования. Теперь к источникам гамма-изучения уже в запределной галактике. тут у нас есть основной, как я уже сказал, это активные ядра галактик, подклассы Буазары, также есть гамма-всплески и еще галактики с активным зообразованием. То есть, в принципе, понятно, что самый распространенный класс источников это первые галактики с зообразованием, но просто чувствительность телескопа пока недостаточно высокая, чтобы видеть что-то дальше, чем несколько мегапарсек. А Буазары видны на гигапарсеке. Теперь вот как раз близкая галактика NGC 253. Мы смотрим на галактику с активным зообразованием и в принципе мы видим то же самое, чтобы мы увидели, если бы посмотрели на Млечный путь, но вид с народом. Млечный путь им окружены, поэтому это не видим, а здесь мы смотрим на галактику издали. И в итоге видим процессы взаимодействия космических лучей с международной средой. Это основной источник гамма-изучения. Плюс совокупность источников типа пульсарт они тоже дают вклад. Вот такой спектр получается. хорошо описывается взаимодействием космических лучей с международной галактики. Тут синий это точки ферми, а красный это херстный видал. Спектр не обычной степенной в этой области, не ломается. космический космический лучей и средой. Космический лучей имеют ограниченный год, срок жизни в галактике. потому что где-то за несколько десятков миллионов лет они улетают на бесконечность и больше ничем взаимодействуют. с другой стороны, мы знаем, что космические лучи являются непременным спутником процессов звездообразования. То есть при взрывах в остатке сверновых, в звездных ветрах от массивных звезд и так далее. Другим маркером звездообразования является радиозвучение, потому что когда мы смотрим на радио, мы смотрим синфраторное звучение от популяции ускоренных электронов, которые тоже ускоряются не просто так, а как раз в этих самых остатках сверновых, ну или в ударных ловных от ветров. То есть предсказание такое, что у нас должна быть корреляция, то есть если у нас яркая радиогалактика, у нас должна быть она и яркая в гамме. И это проверено, вот как раз вот у нас это наблюдаемые потоки в радио из гаммы. Видим, тут особо ничего интересного нет, тут никакой корреляции не видно, но если отнести это на расстояние, то есть перейти от видимых потоков к абсолютным светимостям в радио из гаммы, видим очень очень такую корреляцию, то есть видим, чем ярче радио, тем ярче гамма. и видим где-то, кстати, забавная корреляция, что где-то в радио уходит на два порядка меньше, чем гамма. Но проблема в том, что радио гораздо чувствительнее, чем гамма. Теперь активный ядер галактик это самый распространенный тип источника в Перми. Не то, что он сам распространенный, потому что в данном случае смещенная оценка по чувствительности, потому что если бы у нас была бесконечная чувствительность, то у нас бы сам распространенные были бы, конечно, галактики. Потому что галактик гораздо больше, чем галактик, где есть активное ядро. Но так как галактики слабые источники, то мы видим в основном как раз активные ядра. То есть мы знаем, что активное ядро галактики это аккреционный диск, из него вырывается джет. теперь если у нас джет может быть направлен в любую сторону, но если он направлен практически на нас, то есть под небольшим углом, несколько градусов, десятка, то тогда мы говорим, что активные галактики относятся к классу Буазаров, и это очень интересно, потому что, во-первых, из-за ретильских эффектов у нас есть некий то есть источник выглядит ярче, потому что его изучение как раз на нас концентрировано, и поэтому можно видеть, наблюдать более далекие источники. И интересно, если мы смотрим источник сбоку, то переменность там не очень значительная, а если источник направлен на нас, то мы можем заглянуть ближе к центральной машине и видеть мощные вспышки. То есть эти вспышки, которые разворачиваются буквально на протяжении часов. И это быстропеременность. Зачем нужно для наблюдения активных галактики? Вот мы смотрим характерный спектр такого объекта, и характерный спектр двугорбый. У нас есть низкоэнергичный горбый и высокоэнергичный. Низкоэнергичный это где-то пик в кейве, в рентгене, и высокоэнергичный в нескольких десятках, где-то сотнях. Но это сильно зависит от источника. То есть, если источник мощный, то он поедет вот сюда. Будет пик чуть ли не в новых. И идея зачем нужны гамма-наблюдения? То есть, если у нас не было гамма-наблюдения, мы отрезали вот эту часть и видим только один пик. И тогда бы непонятно было, за счет чего происходит, что служит источником излучения. Теперь, когда мы отнаблюдали один источник и видим оба пик, мы можем попытаться понять, какая популяция вызвала излучение. И скорее всего, это у нас электроны. Это наиболее экономичная модель для большинства источников, что у нас есть одна и та же популяция. В магнитном поле она изучает синхротронно и дает пик синхротронный. А затем эта же популяция электронов взаимодействует с фотонами фона и обратный эффект дает второй гамма-пик. самый простой self-compton взаимодействует не просто с фотонами фона, а с фотонами фона, образовавшихся. То есть, популяция электронов взаимодействует с фотонами первого пика и дает второй пик. В этой модели достаточно хорошо получить оценку магнитного поля, гамма-всплески. Гамма-всплески это у нас трензиненты в области все-таки гамма-астрономии, но в области до мэва в основном. Хотя, конечно, фермила тоже видим несколько сотен, но это хвост распределения. Видим эти короткие всплески более-менее изотропно распределены по небу, причем более-менее, потому что регулярно появляются работы, которые пытаются найти отклонение от изотропного распределения. Ну, в общем, это, наверное, все-таки артефакт, может быть, того, что там экспозиция различных архитектур по небу неоднородна. Самый далекий был на трассном смещении восьмеркам, то есть это очень интересные объекты, но все-таки нет. А теперь перепрыгнем в ТЭВную энергию. Вот это у нас каталог ТЭВКАД, по-моему, университет Чикаго показывает, это источники, которые изучают, которые наблюдались на энергиях выше ТЭВа. Опять видим, что в основном у нас есть галактические источники, ну и вот россыпь галактических Блазаров. Теперь что, если мы пойдем еще выше? Что у нас с источниками? Тут мы возьмем теперь как основание деления и вернемся снова к энергии. Есть ли у нас какие-нибудь источники на мультитЭВе? Проблема в том, что на энергиях есть источник, от которых приходят фотоны с энергией сотни ТЭВ и ПЭВ. Ну, мы видели у Хаса, что такие источники есть, но вообще это достаточно проблематично. Почему? Во-первых, потому что должны быть экстремальные источники, чтобы ускорять фотоны до столь высоких, ну, ускорять частиц, чтобы появлялись фотоны столь высоких энергий. Понятно, что поток таких фотонов все равно может быть очень маленький, то есть там нужны километровые детекторы. Ну, сейчас не такая проблема, что у Хаса есть. И самая главная проблема это непрозрачность Вселенной. то есть на таких высоких энергиях Вселенная прекращает быть прозрачной. И вот мы смотрим как раз вот у нас на энергиях СКПФ у нас длина свободного пробега фотона становится сравнима с размером галактики 10-х партий. Из-за чего? Происходит разумодействие гамма-кванта и фонового фотона и образование позитронной пары. То есть энергия гамма-кванта теряется и он дальше не летит. И понятно этот пик или нет максимальная непрозрачность соответствует взаимодействию с фотонами реликтового лечения. Их больше всего и концентрация самая высокая поэтому они будут обеспечены и больше непрозрачность. То есть идея в чем? Что вот если мы смотрим на энергиях там несколько сот ТЭФ мы не ожидаем увидеть ничего кроме источников нашей галактики. То есть у Хаса хорошо видят но это как раз галактические источники. Теперь если у нас есть наблюдение на таких энергиях у нас есть конечно варианты это что очень мощный источник то есть несмотря на вот эту чудовищную оптическую толщу он до нас сейчас дошла или какая-то новая физика то есть что значит новая физика возможные модификации стандартной модели частиц приводящие к тому что этот процесс подавлен ну то есть он не настолько эффективно работает например какая-нибудь нарушение уровень инвариантности и пока конечно однозначно тут пока мы не видели может только намек потому что вот был самый уже позапрошлем году был самый мощный как-то brightest ever раз в десять тысяч лет гамма всплесков то есть во-первых он был очень мощный даже вот если мы смотрим на всю популяцию гамма всплесков на несколько тысяч детективных смотрим на полную энергетику этот всплеск был одним из самых самой высокой светильностью то есть и вторая вещь что он был очень близко и комбинация вот этих сочетания двух то есть это был очень мощный всплеск по любым меркам и что он был очень устроительно близко привел к тому что ухаса видели очень высоко энергичные тевные 10-тевные фотоны от этого источника а если посмотрим 10F это у нас сколько значит здесь 6 здесь все равно где-то тут длина пробега 1 мегапарсет и есть 250F то есть сюда практически пришли ковер это у нас эксперимент в Оксане тоже рапортовал детектирование фотона еще более высокой энергии ну понятно статус знак вопроса потому что неподтвержденный то есть у хаса много было фотонов мультитемных а у ковра то есть это но тем не менее со скрипом даже наблюдение этих 18F фотонов от космологического источника то есть он конечно близкий но близкий по космологическим меркам был со скрипом натягивается на то есть на модели прежде всего там оптического течения в общем интересный результат то есть теперь опять же сказав это то есть что источников ждать не будем а есть ли смысл смотреть на энергию на более высокие энергии то есть скажем выше там 10 15-16 там 10-18 литонов вольт тут никакой специальной установки никто не строит используют установки для поиска космологических высоких энергий и пытаются просто найти ливень от протона который будет сильно отличаться от протонного ливня ну или от ливня в измедийдром если наблюдать будут если будет наблюдаться такой потон то скорее всего будет этот потон космогенный то есть у нас есть протон сверхвысокой энергии он сталкивается с излучением этот протон и теряет часть энергии на образование космогенных поток то есть мы будем наблюдать не потон от источников а фотоны от взаимодействия космолучей всех высоких энергий с резидентом излучением ну еще есть конечно вариант что измогут фотоны почему это очень любит искать от распадов ционной материи сверхмассивной это тоже можете много причины пока никаких ни одного фотона ни одного ни одного фотона ни одного кандидата мы будем уже к не стратегическим то есть в разделах астрофизики частиц то есть гамма-астрономия является одной из самых основных методов для поиска темной материи непрямых поисков темной материи то есть как это происходит у нас есть во-первых модели предсказывают что широкий класс моделей предсказывают что темная материя это частицы вот в этом диапазоне и более того что это не просто темные частицы в этом диапазоне а что они могут взаимодействовать сами с собой самоанигилировать и при самоанигиляции будут возникать неизбежно очень тяжело это избежать то есть гамма-кванты причем гамма-кванты понятно будут в этом же диапазоне и если мы найдем ну сначала мы должны определить куда смотреть например центр галактики или галактику кальку сферидальной галактики тогда посмотрим если оттуда придет избыток гамма-квантов то это будет мощным указанием на существование темной материи и на сильное количество его свойств то есть мы будем знать что это как раз частицы масса частиц лучше всего набрать лучше всего найти линию но по сожалению линию очень тяжело все эти модели спектральные линии они очень сильно подавлены это мы сейчас видим то есть пока было в 12-м году было рапортовали линия 130FG от центра галактики потом оказалось что это просто недокументировано вернее это не точно не документировано это даже сами эти сама команда Fermilat не знала что это у них некая инструментальная ошибка то есть это рассосалось 130FG а сейчас смотрит вот есть избыток от центра галактики вроде бы и пытается избыток вроде бы есть но как его анализировать пока интерпретировать это в процессе то есть это очень активно смотрит просто анализирует данные то есть не надо специально смотреть потому что Fermilat все небо и так смотрит то есть выделенных на людей не нужно просто анализирует данные из направлений с интересных направлений то есть вот у нас такой процесс саморегуляции через какой-то промежуточный это прилетение два гамма это у нас получается получается превращается превращается то есть при анализации частицы темной материи им некуда деться в самые анализирует они должны образовывать частицы стандартной модели они образуют там фар-кварт-антикварт хиксовский бозон Z W ну на выходе как мы знаем это все очень нестабильно и это анализируется превращается в обычные уже стабильные частицы темные стандартные модели протоны антипротоны антидетроны антидетроны ну и гамма-кванты тут у нас конечно можно это более-менее ванильная простая модель конечно можно придумать что он в основном чтобы черную материю аннигилировав электроны но это уже эптофильный то есть вопрос нам нужно конечно какую-то спектральную особенность за что-то зацепиться то есть просто говорить что вот образовались гамма-кванты это хорошо но если у нас нет спектральной особенности то все потонет в шуме то есть вот какие у нас есть процессы могут быть и спектральные линии будут образоваться при процессах когда мы вырезаем один гамма-квант и еще в X частиц где-то может быть в гамма-квант или Z или в X-базон и будет монохроматическая линия соответствующая зависящая от массы темной частицы материи ну и от массы второго компонента то есть в принципе такие распады есть то есть спектральные линии будут образовываться но проблема в том что мы знаем точно что темная материя если она в форме частиц она должна быть нейтральной потому что если бы она была бы заряженной ее бы очень легко будет детектировать она нейтральная а раз она нейтральная то вот этот процесс с изучением фотонов сильно подавлен ну реально подавлен других каналов как альфа в квадрате это постоянно тонкая структура 1 сотая ну 1,37 то есть он подавлен на 4 порядка то есть даже линия если есть она на 4 порядка хуже чем основной спектр теперь поэтому простых путей наверху нужно рассчитывать вот эти все каналы которые я говорил раньше то есть там вот эта парация драницать и так далее и на выходе мы видим что спектр получается в такой интересной форме ну прежде всего вот эти два момента то есть достаточно жесткий тут растет а потом резкое обрезание обрезание связано с тем что не может образовываться гамма-квант с энергией больше чем масса покоя частицовной материи единственная проблема что даже если мы обнаружим избыток с такой спектром что очень похожий спектр имеют пульсары гамма-пульсары обладает очень схожим спектром имеют рост а потом специальное обрезание то есть сам по себе спектра будет недостаточно чтобы то есть это будет сильным указанием нужно будет приложить значительные усилия чтобы убедить что это не пульсары тем не менее мы можем то есть это проблема когда у нас детектируем сигнал а если этот сигнал еще не детектирован то мы можем задачу обернуть и использовать для ограничения свойствовательной материи то есть мы вообще никакого сигнала не видим там ни похоже на пульсар ни похоже вообще никакого не видим значит что мы можем сказать о свойствах темной материи это значит что скорее всего у нее сечение аннигиляции очень маленькая и поэтому поток очень маленький соответственно вот есть какие источники это карлик из феридальной галактики чем они хороши они там очень много темной материи то есть то есть где-то на три порядка больше чем светящие то есть очень они доминированы темной материи бренов там очень мало очень мало соответственно астрофизических источников то есть там мы не ожидаем в том какой-то пульсарбу поэтому люди любят смотреть на вот эти стероидальные дворсироиды и если теперь если мы возьмем и суммируем сигнал от нескольких десятков ну там реально вкладываю там 3-4-5 не все вносят значительный вклад выгорячий но тем не менее если мы суммируем сигнал от совместно проведем анализ от нескольких десятков таких галактик мы из отсутствия сигнала можем сделать вывод что сечение рассеяния сечение аннигиляции должно быть меньше чем вот это то есть в зависимости от энергии меньше вот этой кривой должно лежать где-то ниже просто если оно лежит выше тогда мы бы его детектировали раз мы его не детектировали но должно быть не больше чем вот эта черная кривая и из интересного теперь и второй момент ну это из модели темной материи следует так называемое лучшебство что если у частиц темной материи сечение аннигиляции подобрана особым особым как скажем а если это определенную то есть который объясняет нынешнюю концентрацию темной материи во вселенной то есть если темная материя в принципе ей физически ничего не мешает иметь сколь угодно малое сечение аннигиляции сколь угодно большое но просто если бы частицы обладали отличными от этой линии штриховой сечение в растении они не могут быть частицами темной материи то есть они могут быть частицами которые объясняют всю темную материю они могут быть какой-то компоненты очень субдоминантные но нам нужно тогда объяснять еще оставшиеся 95% темной материи очень такой экономичный подход то есть что говорят что если у нас ограничения верхние ограничения насечения рассеи меньше чем этот порог то мы темную материю исключаем в этом диапазоне массы с этим каналом данный канал через этот bottom clark и то есть таким образом гамма-наблюдение позволяет исключить темную материю вот с массами выше ниже сотни без зависит от канала то есть если он птау электронный то там чуть ниже ну тут мы видим опять сильно зависит от канала то есть если в электроны такая энергия а если например он распадается дубль в абазон вообще ничего исключить не может потому что слишком энергичные гамма-кванты значит их не хватает ну и последнее что насчет избытка из центра галактики то есть пока самое мощное указание на существование темной материи который еще пока не опроверг то есть вот у нас наблюдение фотоны в фотонной карты центральной области галактики как как она есть ну вот мы видим известные источники если все известные источники убрать или чистить тут он есть тут уже нет этот пульсар то остается избыток который известными источниками объяснить пока не получается достаточно морфология ну там оптимисты говорят что морфология близка к круговой то есть это темная материя письмите что она вытянута это пульсары это понятно и вот такой вот спектр этого избытка то есть мы видим спектр похожий на ожидаемый спектр от аннигиляции частиц темной материи но он также похож на ожидаемый спектр от большой популяции гамма-пульсаров центральной области галактики и споры уже идут 10 лет посмотрим чем дальше другие наблюдения на других длинных волн может помолвить раз решить их все